Случилось мне как-то собрать полный набор штуки за 1977 год. Вот такое вот, вот такое вот удачное совпадение обстоятельств. Ну, год, скажем так, скажем честно, нередкий. Собрал я его сравнительно легко, но единственная вот была несуразность то, что уже после того, как собрал, стал товарищу собирать второй экземпляр для товарища, и вот монеты в 50 копеек, в 1 рубль поднялись настолько 6-7, 10-ти кратно по сравнению с тем, как покупал их я, например, за 1000 рублей уже завалила цена вот, например, рубрика 1977 года, даже не юбилейного, а просто вот обычного стандартного рубрика. Ну что ж, современные цены, современные цены, как есть оно, так и есть. А хотелось бы вспомнить, какие события были богаты 1977 год в истории России и мира. 31 января постановление СК КПСС о 60-й годовщине Великой Октябрьской социальной революции. 9 февраля установление дипломатической отношений между СССР и Испанией. Напомню, что королем Испании стал Хуан Карлос I, и вот как-то после Франка надо было восстанавливать дипотношения, и вот они наконец-то получились в 1977 году. 24 мая пленум ЦК КПСС одобрил проект новой Конституции СССР и рекомендовал президенту Верховного СССР вынести его на всенародные обсуждения. Опубликование проекта Конституции СССР для всенародного обсуждения случилось 4 июня. Так, вот параллельно, если посмотреть, чего у нас вообще еще и было, например, 8 января в Москве прогримеровало сразу три взрыва, осуществленных армянскими националистами. 16 января попытка свержения правительства Народной Республики Бенин группой наемников. 17 января в Египте резко повышена цена на 25 номинований продуктов первой необходимости и на следующий день вся страна охвачена волнениями. Это так легко делается. 20 января Джимми Картер сменил Джеральда Форда на посту президента США. 3 февраля в Ефиопе вырежет военного конфликта в Одесс-Абебе и убит глава государства генерал Тефери Банти. Власть перешла к его заместителю, полковнику Менглисту Хайле Мариаму, который 12 февраля был провозглашен представителем Временного военного административного совета социалистической Эфиопии. 7 февраля с космодрома Байконур осуществлен запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз-24» экипаж Горбатко, Глазков и 25 февраля они вернулись почти через 18 дней. 25 февраля случился пожар в московской гостинице «Россия». 2 марта Ливия провозглашена джемахерия. 4 марта было землетрясение в Румынии. 14 марта Фидель Кастро начал визит в Эфиопию. После общения с новым руководителем страны Менглисту Хайле Мариамом он рекомендует СССР поддержать режим в социалистической Эфиопии. В апреле, 4 апреля в Нью-Хоупе, штат Джорджия, разбился самолет Макдоналд-Доглас DC-9 компании Саундхэм Аэрвейс. Погибли 72 человека. Поклонникам автомобиля Нива советского. 5 апреля начало серийного производства Нивы. Напомню, это 1977 год. Выпускается до сих пор. Может быть, под другими наименованиями. Тайга, Шеви или еще, но все-таки Нива. 30 апреля лидер демократической Мпучи Волпот отдал армии приказ начать военные действия против Вьетнама. 30 мая первая вооруженная атака мазамбийских постанцев Ринамо против правительственных войск Фалисимо. Начало гражданской войны в Мазамбике. 15 июля президент США Джимми Картер заявил, что США готовы оказать военную и политическую помощь Сомали. То есть вмешаться. 1 августа. Начало шахтерской забастовки в Румынии. 3 августа. Провальное выступление Николая Чаилышевского перед бастующими шахтерами в завершении забастовки. 13 августа. Распоряжением Совета Министров СССР в Эфиопию направлены советские военные советники. 17 августа. Атомоход Арктика первым из надводных кораблей в свободном плавании достиг Северного полюса Земли. 5 сентября с космодромом мыс Канаверал США стартовал ракет-носитель Титан Фри-Е, который вывел на орбиту АМС Войеджер-1. 20 сентября. Вьетнам принят в ООН. 26 сентября. Случился ввод в эксплуатацию Чернобыльской атомной электростанции. 6 октября. Первый полет истребителей МиГ-29. 7 октября. Приняты Конституции СССР. 9 октября. Старт космического корабля Союз-25. Экипаж Коваленко Рюмин приземлились через два дня. 11 октября. В ноябре. 7 ноября в Ташкенте открыт метрополитен. Ташкентский метрополитен. Я там был. Проехал несколько остановочек. Там их на тот момент было не сильно много. Ну вот успел поездить и даже как бы вот к сожалению не догадался показать. Но вот такой Ташкентский метрополитеновский жетончик у меня есть. 12 ноября. На учебном пароле Перекоп поднят военно-морской флаг. А сам корабль включен в состав соединения учебных кораблей Ленинградской ВМБ Балтийского флота. 4 октября. В Малайзии разбился угнанный Боинг 737. Погибли 100 человек. 10 декабря. Старт космического корабля Союз-26. Приземление 16 января. Экипаж старта Романенко. Гречка. 31 декабря. Опубликовано решение правительства демократической Кампучии временно прервать дипломатические отношения с Вьетнамом. Так, давайте попробуем вспомнить, кто родился у нас в 1977 году из артистов, ученых, просто знаменитых людей. Например, Инна Маликова, продюсер и руководитель группы «Новые самоцветы» 1 января. 5 января. Олу Нике Эйдельие. Канадская актриса. Родилась. 8 января. Мануэла Аркури. Итальянская актриса и фотомодель. 19 января. Николь. Чилийская певица. Эстрадная модель. 27 января. Елена Ваенга. Российская певица, автор песен. И Леонорда Балдаки. Португальская киноактриса. Яна Пелконен. Финская ведущая и модель. Все они родились 27 января. В феврале, 2 февраля, родилась колумбийская певица Шакира. 16 февраля родился Алексей Морозов, российский хоккеист, чемпион мира 2008-2009 годов. 25 февраля Ким Хиссон. Южнокорейская актриса Ульсана. 1 марта Никки Андерсон. Венгерская порно-актриса и фотомодель. 23 марта Екатерина Стулова. Российская актриса. 25 марта Адриана Николь. Американская порно-актриса. 27 марта Нэйм Джейн. Американская порно-актриса. Господи, а куда же их так много? В апреле, 2 апреля, Майкл Фассбендер, ирландский киноактёр. 8 апреля, Анна де ла Регера, мексиканская актриса. 16 апреля, Тамека Эпсон, английская актриса. 17 апреля, Анастасия Макаревич, солистка группы лицеи. 20 апреля, Юлия Макарчук, итальянская актриса украинского происхождения. 9 мая, Асал Бадии, иранская актриса. 12 мая, Ребекка Харпст, американская актриса. 26 мая, Лука Тони, итальянский футболист, нападающий клуба Элла Сверона. В июне, 1 июня, Оскар Туганбаев, интернет-продюсёр, предприниматель, бизнес-популярный блогер. В прошлом телеведущий, журналист, создатель проекта Рютюберу и Видеомо.ру, руководитель направления департамента венчурных продуктов. 4 июня, Роман Мирошниченко, российский гитарист. 5 июня, Лайза Вайль, американская актриса. 24 июня, Рамиля Искандер, российская актриса, театр кино. 27 июня, Рауль Гонсалес, испанский футболист, капитан мадридского Реала. 8 июля, Кристиан Абьяти, итальянский футболист, вратарь Милана. 13 июля, Эшли Скотт, американская актриса. 23 июля, Сильвия Колокко, итальянско-американская актриса, оперная певица, фотомодель. 3 июля, Анжели Бизли, британский интернет-предприниматель, основатель и вице-президент по связям с сообществом проекта Викия. 9 июля, Рафшан Ерматов, узбекский футбольный арбитр. 31 июля, Шеннон Ричардсон, американская актриса. 15 июля, Том Харди, британский актер, продюсер. 27 сентября, Аскольд Запашный, представитель цирковой династии Запашных, в четвертом поколении. Заслуженный артист России, народный артист Российской Федерации. 9 октября, Егор Бероев, российский актер. 13 октября, Килле Санчес, американская актриса. 20 октября, Сэм Витвер, американский актер, музыкант. 3 октября, Ария Джованни, американская эротическая фотомодель, порно-актриса. 13 октября, Ким Дайеректор, американская актриса. 30 октября, Екатерина Хлыстова, российская актриса, театр и кино. 17 октября, Оксана Федорова, российская фотомодель, телеведущая. 30 октября, Люси Панч, британское кино и театральная актриса. 31 декабря, Марта Ассас, испанская актриса и телеведущая. Насчет Нобелевских премий. В 1977 году физики Филипп Уоррен Андерсон, Невил Фрэнсис Мотт и Джон Ван Флек за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем. В химии Илья Пригожин за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию дисципативных структур. Медицин и физиология Роже Геймен, Эндрю Шалли за открытие, связанное с секрецией пептидных гормонов мозга. Розалин Сассмен, Ялоу за развитие радиоиммунологических методов определения пептидных гормонов. В экономии Джеймс Эдуард Мид и Бартиль Годдард Оллин за первопроходческий вклад в теорию международной торговли и международного движения капитала. В литературе Висенте Александре за выдающуюся поэтическое творчество, которое отражает положение человека в космосе и в современном обществе. В то же время представляет собой величинные свидетельства возрождения традиции испанской поэзии в период между мировыми войнами. «Премия мира. Международная амнистия в защиту человеческого достоинства от пыток, насилия и распада». Вот такие вот события, которые случились в России и в мире в том далеком 1977 году. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.